Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами Александр Шпакоп. Это пилотная версия, пилотный выпуск тест-драйва 48-го региона от Возрождения. И сегодня тема нашей сегодняшней рубрики легендарный универсальный хэтчбэк ВАЗ-2108. Разговор пойдет о нем. И сегодня мы приехали поговорить с хозяином, с владельцем. Итак, Александр Владимирович, вам как первопроходцу нашего тест-драйва, вот чисто от чистого сердца, от нашего канала, вручаем вот такой авторский сувенир вручной работы. Ну вот правда, за несколько часов вдохновения сделать для вас лично специально. Итак, Владимир, как бы хотелось бы узнать несколько слов вообще в общих чертах, как владелец этого автомобиля. То есть видно, что уже неоднократный тюнинг производился, отхождение от стандарта, занижение кузова. Расскажите, сколько лет у вас данная машина сзади? Ну, автомобиль в его пользование уже примерно недели две где-то. Вот. Автомобиль 87-го года, был обычный, высокий, то есть, как говорят, КамАЗ. Чуть подшаманили с ним, попилили пружины, поставили зеркала, тонировку, диски покрасили в зеленый цвет, бампера обновили. Музыку тоже поставили, усилитель, сабвуфер, пару колонок. Вот, по салону ничего не делали, по мотору тоже ничего не делали. То есть у вас стоит мотор классический? Да, стандартный, полностью мотор. Ну, как известно, показывать моего, как-нибудь, моего хрязный. Ваш, это ничего страшного. Не, ну, как известно, на 1.3, вот, с 84-го года выпускался. А сколько у вас в лошадок? 1.5. 1.5. Да, стоит 1.5 мотор. То есть, а лошадиных сил? Ой, вот это я не знаю, ну, 78, да, с лошадиных сил. 78-80. Ну, по крайней мере, снижение, я так вижу, что не пригадаю. Везде, все, масло, чтобы все, чтобы, по-моему, полных ваших, с музычки, да, то есть, ну, кашамами, чтобы для себя, да, вот, не при продаже, а вот именно, чтобы совершать такие, скажем так, любительские поездки по городу, за город, да, то есть, чтобы, по-моему, что вам еще, ну, по-хорошему, надо строк пассивные новые ставить, потому что они в точках, как бы, машина варилась до этого. Ну, так с тепла не получилось у нас это делать. Не, ну, ничего страшного, в принципе, надпись, говорит, сама, за себя близко не подходи, чтобы это здоровье не пострадало. Ну, да. Сделали фары черные, поубирали подкрылки, брызговики, поубирали. А здесь у вас небольшой ЧП, это уже было, это уже было, да. Ну, мы и посараем, встаем, по-краске. Не, ну, по сути, вот, как говорится, 87-й год, то есть, получается, автомобиль, вот у меня тут МВ, в 94-м, получается, на 7 лет этот автомобиль старше, отечественное, и самое главное, едет, 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 едет самое главное, я не знаю, если немцы встают, то русские едут. Вот в чем весь прикол. Ну, по скорости мы сильно не пробовали, вот 150 мы по трассе ходим, наверное, нормально. На 4-й, 150 км, на 4-й, свободный, да? Свободный. То есть, еще полпедалей в газовую запасную чуть меньше. А, где редачи, пострадавшие, да? Она 5-й ступка, на 4-й 150. Пятый мне не получали, не смогла. Пятый я тоже, на БМВ не получал, лететь не хочу, жить хочу. Да. Еще молодой, чтобы улетать навсегда, да. Вот еще один автомобиль, тоже друзей, знакомых. Давайте посмотрим, представим, механики. Вот, автокомплекс механика, то есть, автомойка на набережной находится. Вот, автомобиль заниженный полностью, то есть, ниже не будет. Если вот с той стороны посмотреть, то там порох вообще на земле лежит. Вот с этой стороны. Тут просто колеса спущены. Вот, елки, потом едем вообще. Он ездит, но пока вот доехали сюда с набережной, три колеса за ним убили. Там, короче, колеса об арке трубят. Три колеса. Телезрители, смотрите, доехать до набережной и до набережной долины доехать. Три колеса убить. Рекорд на сегодняшний день. Я вот, честно, в шоке. Причем на пилотной версии, ты знаешь, что будет дальше, это вообще на пузе. Лежит, она вообще на пузе. То есть, перед там осталось по витку, наверное. Осталось по витку где-то. Сзади стоек нету и приварены куски армотуры. Так, понятно. То есть, как говорится, наши умельцы все делали сами, да, ребят? Да, парни сами делали. То есть, все, как говорится, умелые ручки, да? Чумелые. Но тут не то, что очумелые. Главное, что доехали. Главное, что машина целая. Это уже, так понимаю, такое вот вмятина. Ну, да. А вообще, вот по коррозии, да? Вот коррозия металла, как? Достает, не достает, замахивает, не замахивает. Чисто коррозия, да? Блин, тут мы еще не сталкивались. Тут вот есть, да, как бы. Как бы точечки. Да. Особо не влияет, да, вот вообще, на эстетику. Блин, если считать по дну, вот, начинается все с таких точек, со всего. Так. Дно подхнившее, да. Подхнившее. То есть, надо делать, менять, все. Нет, ну, если для 87-го года, вот я говорю. Да, до 87-го года она офигенно состоит. Да, она выглядит достаточно хорошо, потому что, ну, не знаю, я сколько автомобилей встречал, и вообще даже с 87-го года их по пальцам пересчитать, вот каких осталось, вазы, я имею в виду, иномарка, может, побольше, вот вазы, это все. То есть, по сути, это уже можно отнести смело к ретро-автомобилям. То есть, сколько? 25 лет. Да. 25 лет, это ретро, уже однозначно. То есть, тут у нас, я так понимаю, люк. Люк. А, как бы это, да, еще в процессе, да, может быть. Нет, типа, его надо убирать или менять? А, убирать. Нет, ребят, а вот, по сути, да, вот 87-й год, вот если ее, короче, полностью сюда сделать или стали, то есть, люк, он здесь смотрится, вот, честно, вот что-то между купе. Ну, по сути, это машина хэтчбэк, то есть, как она предназначалась. Хэтчбэк купе. Да, хэтчбэк купе. Я видел, но это уже, это уже для себя. Да, что-то межевое. Ну, по крайней мере, что в таком купе находиться, ну, мне кажется, просто нереально. Голова будет убираться, тем более, я человек сам, крупногабаритный, если уж даже не во всем внедорожнике влажу, то тут голову в люк, добро пожаловать. Нет, не сказать, там нормально сидеть, нормально сидеть от головой, да, от потолка там еще расстояние есть. Да, в принципе, как говорится, с вашего позволения, как бы, можем, да, мы сейчас что-то посмотрим. Чуть прибрать надо все, перенести назад. Давайте, как бы, попробуем, присядем, то есть, все с аппаратуры, заснимем, да. Давай, назад сейчас переварим. Да, это первый наш тест-драйв, вот, поэтому... Сейчас мы чуть-чуть приберем. Кстати, телезрители, наша спонсорская поддержка, группа ВКонтакте, Липецкие ТАЗы, 48-го региона, ссылку увидите прямо сейчас, подписывайтесь, группа офигенная, можно сказать, наша одна из самых первых, с которой мы заключили договор. Так, ну, пробуйте, вот хотите сзади начните. Да, ну, в принципе, сейчас, сядем. Так, о. Сиденье можно вперед, если что, пододвинуть, то есть, кому как удобно. Да. В принципе, даже очень неплохо, я так бы сказал. Даже очень, такая посадка свободная. Ну, конечно, да, своим ростом голова у меня. Дальше, дальше, ну, ничего, как говорится, сняв шляпу, можно сидеть вполне по-пацански, вполне нормально. То есть, также хочу заметить, этот автомобиль, вот именно этот и его замечательный владелец, три, три награды на конкурсах. Ребята, ну, с машины 87-го года получить три награды, это уже говорит о том, что хозяева вот так заботятся о своем автомобиле. и просто, грубо говоря, респект и уважуха. Так. Ну, кажется, ой, непривычно, ребят. Вот сейчас, я могу, я машина вообще просто маска, идеально. Если сравнивать ее, вот, допустим, вы, когда на дорогах ехали, вот, было желание кого-нибудь тернуть, да, вот, газ в пол, чтобы он тернуть, да, вот, как бы показать, чтобы, мол, буржуи тоже, да, люди, но мы от них ушли, тоже, как говорится, вровень с ними идем. То есть, было желание вот кого-то тернуть, да, вот, кого можно, вот, по крайней мере, на такой машине, вот, из иномарок, да, вот, вам доводилось обгонять вот так. Были такие случаи? Ой, ну, так ни с кем не ханялись. По трассе едем, обходим, там, кто не спешит, кто как. Вот. То есть, на гонке, на дракрейсинг мы не ездим, на ней. А, то есть, на дракрейсинг, да, то есть, это шестая домина, были там, да, не раз, наверное, уже? Шестой домина. Это смысла нет, это там надо мотор делать. Не, ну, вот, в рубрике Георгия Ревазова, недавно, вот, тоже вот, рассматривал, как бы, ради интереса, кавказский тюнинг, вот, 430 лошадок втыкали спокойно, восьмерка доводилась до 350 лошадей, причем, в нее воткнули 8 цилиндров, как бы. Как вы думаете, это реально, вот, для машины 87-го года, вот, если с такой... Да, реально. Реально. У нас, я вот не помню, или узнавка, или лебедянская, восьмерка, в нее около 600 капнелок. 600, да? Ну, примерно, где-то так. Машина, я так понимаю, тоже... Потому что она в тройке лидеров ездит по Черноземье. Черноземье, то есть, одна из самых лидирующих автомобилей. В тройке, да, там первые места бывают по тройке, и вторые. А у вас есть, в общем, планы, вот, конкурсы, да, вот, у вас нет, телеграмма-то, это уже хорошо. Каких еще конкурсов планируете, по-честному? Ну, на автозвук в дальнейшем, скорее всего. А так дальше, чисто вот по автозву. Автозвук у вас сейчас, в общем, седа, как бы... Усилитель, буфер, две колории. Да, можно проверить, да, можно будет. Заценить, так сказать. А то говорят, что 48-й регион, что, мол, тихо-тихо, там, тихо, это самое, все понтуются, говорят, BMW громче. Вот мы сейчас и проверим. Чтобы наши машины еще лучше, чем буржуйские. Сейчас я... Да, ну отрегулируйте там, что так. Вот телезрители. Вот вам доказательства, что автозвук живет и будет жить еще на протяжении, можно сказать, наверное, всей истории существования нашей страны. России, потому что вот эта машина, к тому доказательству, 25 лет ездит. Кстати, какой у нее пробег? 261. 261 тысяча километров. Правильно. До 400 и даже больше спокойно дотянет. Поэтому, как я уже говорил в прошлом видеоролике, первая машина, вот самая лучшая, если вы только получили права, только отучились, берите вот восьмерки, девятки, десятки, вот автозвук. Потому что машина хорошая. Вам главное научиться, вам главное ездить. А она будет ездить. И не один, и не два, не три года, много больше. Единственное, только правильный уход, правильный подход к автомобилю. Кстати, вот, допустим, датчики масла, наверное, каждый день, да, проверяете? То есть все вот, ГУР, ТАСОЛ, вот у вас ТАСОЛ, Масло, ТАСОЛ, все каждый день. Все, каждый день, ну естественно. Ну вот, смотри, по музыке у нас не сильно, сейчас слабенько. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, уже пока. Строй пока, нормально. Давайте, посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я думаю, убедились, что действительно долбит нормально. У меня даже ушные пробки в ушах пошатнулись. То есть, сами понимаете, хороший звук говорит сам за себя. То есть, примерно какую цену музыку уснуть, да, ребят, вот как бы для наших телезрителей? Вот скажите, кто хочет нормальную музыку, вот скажите, кто хочет нормальную музыку, сколько им предстоит вложиться в среднем, чтобы прокачать свою тачку? Просто для себя сделать музыку в районе десятки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот сейчас вполне нормально, то есть, при открытом багажнике звук просто, очень хорошее звукоизвлечение было, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, ну, зеленая подсветка, я так понимаю, как раз подсветка, да, вот? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас стоит сейчас подсветка номера, она подружка моргает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я сейчас не видно, наверное, не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, там, да, когда открываешь только вот на крючке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот, по-моему, вечером она... Вечером светит, но вот на расстоянии, мол, полметра с каждой стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, ребят, есть такая очень хорошая идея вообще, вот, изобрели что-то тоже напротив подсветки, когда при открытии двери, ну, вы, наверное, слышали уже, при открытии дверей на асфальте логотипы, марки, автомобили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, мне это тоже поцараемся, что сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, полторы тысячи рублей даже можно за тысячу триста найти. Ну, это да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На предзаказ только, единственное, говорят, устанавливать легко, ну, как говорится, если ручки очумелые, они не только туда это воткнут, они это, как говорится, в любое место автомобиля воткнут. Вот так, по сути говоря, там и BMW, и Lada, там все вот эти бренды самые известные. То есть, тоже, как бы, на рассмотрение. То есть, может, да, заинтересуйтесь, как бы. Потому что, так, по сути, вот, тюнинг самостоятельный. То есть, в профессиональные автосалоны не обращались, вы делали, вот, можно сказать, грубо говоря, все своими другами. Но вот за это, телезрители, я и уважаю АвтоВАЗ, уважаю владельцев АвтоВАЗа. И самое главное, хочу сказать, все дискриминации в сторону нашего отечественного автомобиля, я считаю, просто-напросто неприемлемыми. Потому что люди, люди занимаются делом. Люди из того, что они берут, они из этого делают действительно достойные машины, на которые не каждый иномарка будет равняться. В общем, сегодняшний тест-драйв был первый, и, надеюсь, будет не последний, так как в городе очень много интересных и замечательных автомобилей. Значит, с вами был Александр Шпак, Владимир Мухин, его друг. Всем спасибо за внимание, увидимся на следующих тест-драйвах. Субтитры сделал DimaTorzok